Всем привет, дамы и господа! Я очень рад приветствовать вас на своем канале у меня. Усаживайтесь поудобнее, наливайте ароматного чашечку кафе или чая и смотрите это видео. Ведь для вас у меня сегодня нечто невероятное. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой канал с колокольчиком, ведь это важно, чтобы канал рос в развитии. Я уже говорил тысячу раз и скажу это тысячу первый. Нас ждет впереди великое будущее. Десять тысяч криптовоинов у меня на канале. Поехали. Совсем недавно я узнал такую очень интересную информацию. XRP будет сотрудничать с SEC. А точнее наоборот, именно эту позицию высказала и предложила именно SEC XRP. Которая, между прочим, я хочу отметить, еще давным-давно в прошлом, 2020 году, SEC подала в суд на XRP. Сейчас же она желает сотрудничества. Ведь она понимает, что суд ей не выиграть никогда. Апелляция, по сути, не будет иметь никакого смысла. Ну что ж, хватит болтовни. Давайте смотреть то, что я для вас приготовил. Дело между SEC и Ripple набирает обороты, поскольку на этой неделе обе стороны продвинулись вперед с движениями. Чтобы заставить другую сторону предоставить документы, которые будут иметь сильное отношение к делу. Вы понимаете, что именно такие документы решают ход событий. Решают именно конечный итог. Что будет? Поражение, либо победа. Неважно, какая сторона. В пятницу, в прошлую пятницу, Ripple подала ходатайство, чтобы заставить SEC раскрыть, разрешено ли ее сотрудникам торговать XRP и другими цифровыми активами или нет. Поверенный Джеймс Кэмерон Филан и Филан ЛСи, поверенный, заинтересованный в деле между SEC и Ripple, сообщил, что это движение давало SEC возможность ответить до 3 сентября. Вот так вот. Подрядок правовой появился в ответ на предыдущие встречи Ripple и SEC по этому вопросу, которые не дали никаких результатов. И именно это мне, кстати, приходит такое именно дело в свой ум, что это все делается не просто так. Это самое, что ни на есть провокация. На мой взгляд, так оно и происходит. Это движение направлено на защиту Ripple о том, что SEC несправедливо уведомило о том, что продажа XRP будет равносильно продажу неразарегистрированной цифровой бумаги. То есть SEC уже давит буквально по всем фронтам. Даже на самые маленькие ниточки, которые, по сути, если потянуть, мало что поменяется. Но этих ниточек они находят слишком много. И если они находят действительно важные какие-то моменты, они могут максимально по фронту, по всей локации выявить недостатки и сделать удары. Но XRP, вы думаете, просто так находится в крипто-мире? Конечно, нет. Он подготовленный и прекрасно знает, что и как происходит. Юристы, которые компании тратят миллионы долларов. То есть, это максимально ценная штука, которая имеет положительный исход. В частности, ходатайство, которое было подано от имени Ripple LabSynx и ее соучредителей Брэдли Гарленхауса, генерального директора Ripple и Кристиана Ларсена, исполнительный председатель Ripple, намеревается найти доказательства того, что SEC дала разрешение своим сотрудникам на биткоинах, эфире и XRP. Таким образом, движение пытается продемонстрировать, что SEC не принимала и не вводила какие-либо правила, запрещающие их сотрудникам торговать XRP. И, внимание, до 16 января 2018 года. Это все действительно имеет смысл. Сейчас у нас 2021. По сути, у SEC нет никакой возможности что-то сделать XRP. Потому что законы были до 18-го, а сейчас 20-й, 21-й именно в этом диапазоне копает SEC. Мы видим, что крайний срок для ответа SEC не наступил. Регулирующие органы также продвигают свой иск и подали ходатайство. Все это дело, похоже, приближается к кульминации. Некоторые наблюдатели ожидают, что в ближайшее время между обеими сторонами будет достигнуто урегулирование. Что, собственно, я к чему и веду. SEC сейчас пытается договориться с XRP. Понимаете? Недавно еще совсем подавала в суд. Хотела разрушить компанию. А сейчас происходит урегулирование. Понимает, что XRP ей не потянуть. XRP имеет хорошее будущее. И мы, люди, которые доверяем ей, будем иметь такое же светлое будущее. Если будем верить. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok